Продолжение предыдущей встречи. Мы продолжаем обсуждать принципы оценки, которые разработаны в ОСОП и приняты ОСОП Ассоциацией специалистов по оценке программы «Политик». И я напомню, что у нас тема – это применение этих принципов к ситуации самооценивания организации. В прошлый раз мы успели не все обсудить, сегодня мы планируем обсудить эту задачу до конца. И я передаю слово Алексею Пузьминову. И да, еще раз извините, я все время забываю поблагодарить Центр Гарант и Павла Военского за организацию встречи и такую техническую поддержку. Мне кажется, ты наоборот все время помнишь и каждый раз благодаришь, Володя. Но все равно это добрая традиция. Павлу спасибо и Центр Гарант. Окей, поехали тогда. Коллеги, у нас сегодня зарегистрировано 15 человек, из которых кто пришел, вы видите. И поэтому у нас небольшая группа, будем работать вместе. Если количество увеличится по ходу, то, соответственно, мы на малые группы разделимся. А пока что получается, что все вместе поработаем. У нас режим работы не такой, как всегда. Ну, как на прошлых заседаниях, мы попробовали сделать именно как рабочую группу. Мы не знаем, какой будет результат, мы вместе на него работаем. Я хотел тоже напомнить, что мы, конечно, планируем публикацию результатов нашего обсуждения. И хотели тоже заранее договориться с теми, кто сейчас, что мы проекты... Ну, текст обсуждать в таком режиме не продуктивно. Поэтому мы обсудим основные идеи. Обсудим основные идеи. А когда будет проект текста, который мы подготовим, мы его всем пришлем. И те, у кого будет время и желание, мы пригласим откликнуться. И всех, кто участвует в обсуждении идеи, считаем с авторами, обязательно их публикации будем упоминать. Значит, несколько вступительных слайдов. Просто, чтобы нам для разгона принципы профессиональной деятельности строятся на основе живого опыта и являются результатом достижения согласия между представителями профессии. Принципы оценки программы «Политик» были разработаны и приняты АССОП в 2017 году. С ними, я думаю, все присутствующие знакомы. И, собственно, что послужило импульсом для этих наших двух встреч, это то, что эти принципы разработаны были для случаев внешней оценки. То есть рассматривалось, что оценка проводится, вот каждый принцип там описан таким образом, что есть три стороны. И говорится, что при проведении различных видов оценки в разных сферах. И в общем случае три стороны. Заказчик, то есть тот человек и представитель той организации, которая инициирует оценку, будет использовать результаты. Специалист по оценке человек, который привлекается заказчиком. И участники оценки, которые предоставляют информацию. Они могут быть и сотрудниками проекта, и организации, а могут не быть, разные могут быть. А в каждом принципе есть краткая формировка и рекомендации для трех сторон. Мы говорим с вами о ситуации самооценивания, которая изначально отличается от той ситуации, которая была в основе, в основе положенной разработки принципов ОСОК. Потому что самооценивание – это когда сама команда проекта оценивает свой проект, чтобы вынести, соответственно, программу, чтобы вынести суждения и получить результаты, которые они могут использовать. Поэтому здесь масса возникает вопросов со статусом людей, кто заказчик, кто ставит задачи и так далее. И вот у нас, скажем так, внешняя оценка – вот они три стороны в общем случае. А в самооценивании получается заказчик-исполнитель, в общем-то, в одном лице. А участники оценки, они также могут быть и совпадать тоже с заказчиком-исполнителем, а могут быть кем-то еще. И мы обсуждали, насколько применимы эти принципы в случае самооценивания, и следует ли их корректировать, дополнять для случаев самооценивания. Мы успели обсудить первый принцип ориентации на практическое использование результатов. Вот у нас есть результаты обсуждения первого принципа. Его мы обсуждали в большой группе вместе. Мы обсудить успели вчера в прошлый раз второй принцип – компетентность исполнителей. Те, кто проводит оценку, должны обладать необходимыми компетенциями, знаниями, умениями и способностью применять их на практике. И тоже специфические вещи применительно к самооцениванию мы сформулировали, и у нас вот есть пара слайдов. Все это мы пришлем участникам встречи вместе с текстом проекта «Рекомендации по самооцениванию». И сегодня мы хотели бы успеть обсудить оставшиеся четыре принципа. Время вроде бы позволяет, мы так посчитали, тем более у нас группа пока что относительно небольшая, можем двигаться очень оперативно. Поэтому предлагается двигаться в таком режиме. Мы сейчас рассматриваем принцип, вместе проходимся по основным позициям. Если нужно, делаем комментарии, проясняем, что имелось в виду в том принципе. А потом начинаем разговаривать о том, с точки зрения самооценивания, что может означать корректность методологии, какие важные моменты нужно иметь в виду с практической точки зрения. Итак, принцип три – корректность методологии. Общий подход к дизайну оценки и выбор методов проведения оценки должны быть хорошо обоснованы, а использование различных методов оценки должно осуществляться с соблюдением соответствующих процедур и стандартных. Рекомендации для заказчика. Иметь представление возможных подходов к проведению оценки и в сильных сторонах ограничений. Следует сотрудничать с теми, кто будет оценку проводить в процессе планирования оценки. Требовать от специалиста по оценке обоснование методологии проведения оценки в той форме, которая доступна заказчику. Но это сформулировано на тот случай, если специалист по оценке очень умный появится и будет так формулировать, что заказчику будет непонятно. Рекомендации для специалиста по оценке. Информировать заказчика о возможных подходах, преимуществах и ограничениях, причем в форме, доступной заказчику. Использовать методы, позволяющие получить точную и достоверную информацию. Аргументировать выбор методологии проведения оценки для заказчика и других сторон. Почему именно такие методы. Отказываться от использования тех или иных методов в случае, когда невозможно соблюсти соответствующие процедуры и стандарты, информировать об этом заказчика. И рекомендации для участников. Выяснить, какие методы будут использоваться, каковы требования и правила, относящиеся к участникам. И в случае несоблюдения требований к участникам или нарушения правил использования методов, сообщить об этом заказчику. Вот основные такие моменты, связанные с корректностью методологии. Теперь мы переходим к ситуации самооценивания. И я передаю слово Владимиру, который будет модерировать, а я буду записывать. Володя, микрофончик. Надо решить, как быть. Нас 11 человек. Будем ли мы делать? Давай сейчас в одной группе сделаем, а на следующей разделимся. Хорошо, давайте на одной группе. Тогда, уважаемые коллеги, вопросов два, на самом деле. Но я их раздельно сделаю. В прошлый раз получилось так, что мы смешивали эти два вопроса, когда обсуждали. Но все-таки лучше придерживаться последовательности обсуждения. Первый вопрос, насколько применим вот этот принцип в случае самооценивания. Ты предлагаешь отдельно обсудить, да, Володя? Второй вопрос, следует ли скорректировать или дополнить этот принцип для случая самооценивания. Мне кажется, они так связаны, Володя. Мы будем на один отвечать и сразу же продолжение. Пожалуйста, ваше соображение. Итак, насколько применим этот принцип в ситуации самооценивания? И следует ли его как-то скорректировать или дополнить для этой ситуации? Я могу начать, если... Да, Володя, можно? Да, конечно. Все могут начать. Да. Ну, я хотел сказать коллеге, что мне кажется, этот принцип полностью применим. И в чем-то даже в ситуации самооценивания он большее даже значение приобретает, чем в ситуации внешней оценки. Потому что здесь корректность методологии обеспечивается самой организацией. И где-то люди могут дать послабление или, не зная, например, чего-то, сделать что-то неправильно или взять инструменты, которые они еще недостаточно хорошо умеют применять. Поэтому мне кажется, что принцип абсолютно применим. Вот это на первый вопрос. И обязательно должен... Надо это иметь в виду. Что вы думаете, коллеги? По микрофону можно? Если позволите, вот мысли на эту тему. Я делала небольшой опрос перед тем, как приступила к написанию проекта. И из-за общего числа моих респондентов, где-то процентов, наверное, 20, ответили, что они занимались самооценкой. Но когда я стала выяснять и разговаривать с ними и спрашивать, по каким методикам они это делали, то получилось, что каждый сочинял то, во что город. И в основном они, конечно, исходили из технических таких характеристик соотношения там заявленного и полученного по факту уже результата. Вот, конечно, это, ну, в общем-то говоря, это никакая не самооценка, это просто вот анализ достижения показателей, на мой взгляд. Вот, поэтому мне кажется, что корректность методологии, принцип, конечно, должен такой применяться. И вот в ходе проекта, который я написала в этом серии будет тренингов, конечно, я буду стараться завести им единственный какой-то подход методологии. И, конечно, у каждой организации своя специфика, свои сферы деятельности, но общее понимание методологии должно все-таки быть. И тогда нам даже, вот, допустим, тот же самый конкурс, там, лучшая НКО года, там, в регионе или в униципалитете, они все-таки смогут опираться на какой-то единый подход к методам оценки работы организации, реализации их проектов. И, соответственно, на мой взгляд, это очень нужный, важный принцип. И следует ли его корректировать как-то или дополнять? Ну, есть такие организации, которым непонятно, что такое методология в принципе, то есть как термин. И они начинают задавать вопросы, а что это, как это выглядит вот изнутри и так далее. Вот, но на самом деле это вопрос компетенции. И вот проект у меня называется Эго-компетенция. Будем формировать компетенции для понимания, что такое методология, что такое методы, что такое подходы. И стараться вот приучать их к тому, что есть общепринятые нормы, стандарты, правила. И надо даже вот, если они внутри своей организации оценивают свой проект или деятельность самой организации по какому-то направлению, все равно они должны вот этим вот стандартам, этим разработкам следовать. Вот такое. Я вот добавил, что он, конечно, жесткий принцип достаточно, потому что, ну, если как бы снять его для ситуации самооценивания, там, некорректности методологии, да, то будет вообще странно звучать. С другой стороны, мне кажется, есть сложности, есть применимость этого принципа в ситуации самооценивания. Да, Алеш. Я хотел продолжить про известные инструменты, то, что сейчас упоминал Светлана. С одной стороны, вроде бы, ну, правильная рекомендация при самооценивании, ну, если уж не изобретать свои методики, а взять то, что отработано хорошо. Ну, это вроде как логично, да. С другой стороны, мне кажется, нам надо как-то здесь отметить, что даже широко распространенные методики могут к вашему случаю не подойти. И надо это иметь в виду. Вот у нас только вчера с Владимиром был разговор с человеком, который использует методику очень известную, опубликованную, широко распространенную и так далее. И она у них до одного случая подходит, а до другого не подходит. И поэтому вот надо иметь в виду. Я Ольге тогда передам. Да, Ольга, пожалуйста. Да, спасибо. Доброго дня всем. Я абсолютно согласна с тем, что вот данный принцип, корректность методологии, его убирать действительно как-то, ну, будет, мягко скажем, стрёмно вообще из оценки. С другой стороны, в данном случае самооценки у нас заказчик и специалист по оценке фактически сливаются в одном лице. И правильно отметила Светлана, что это достаточно часто нарушаемый принцип, и, как очень правильно говорил Алексей, трудноприменимый принцип, что организации, которые занимаются самооценкой, будут корректно выбирать формы, методы и так далее. Вот. И у меня здесь вот как бы может быть такое предложение, что может быть здесь рекомендацию как заказчику и специалисту, потому что, на мой взгляд, это вот одно и то же. Дать такую рекомендацию, что в случае затруднений всё-таки обращаться к каким-то, ну, не внешним специалистам, но поддерживающим какую-то среду, к каким-то консультантам. Потому что вот сама как-то такую ЧНКО, которая вот столкнула с темой и самооценки, и внешней оценки, я могу сказать, очень трудно владеть таким уровнем знаний и навыков и компетенций, которые позволят нам корректно выбирать методы. И без консультации, скажем так, у старших товарищей по оценке я бы просто с этим не справилась. Вот надежда подтвердит, потому что мы с ней как бы сотрудничаем в этом плане. То есть вот моя рекомендация как-то вот именно специалистам и заказчикам в данном случае обращаться к внешним ресурсам при возможности, конечно. Ну да, вот ключевая штука здесь такая, всё-таки проверить, корректно методологии или нет, получается. Да, мы как бы можем считать, что это корректно, да, но хорошо бы как бы как-то это всё вот. Вот, и это вот сложность самая большая, каким образом проверить в ситуации, когда кажется, что ну вот использовали метод, я знаю, что использовали, да, например. Почему бы нельзя применить к моему случаю? Надежда у нас. Да, Надежда, пожалуйста. Коллега, здравствуйте. Здравствуй. Я не знаю, по поводу самооценивания или нет, но я уже очень много лет смотрю на этот принцип. Я не понимаю, почему здесь нигде не введено ресурсное ограничение. Ну, просто потому что, если нам для корректной методологии нужен самолет, а ресурс есть только на велосипед. Ну, тут вот. И у меня есть гипотеза, я не знаю, насколько она справедлива, что при самооценивании этого ресурса будет ещё меньше. Вот, потому что, ну, если в процедуру внешней оценки там ещё готовы вложиться там временем и другими ресурсами, то вот при самооценивании совсем сложно. Вот, поэтому, ну, вообще, мне кажется, какая-то интересная область просто в добавлении к этому сюжету. Да, Ирина, пожалуйста. Коллеги, я тоже хочу дополнить. Я, на самом деле, вчера тоже занималась продумыванием принципов самооценивания в рамках проекта «Пятый элемент». Вот, и подумала, что, по-моему, был похожий принцип, но я не помню, вот здесь он у нас был в формулировке или в следующем. Если при проведении оценки возникают узкопрофильные вопросы в предметной области оцениваемого объекта, то мы заранее знаем, с кем стоит консультироваться. И в случае самооценки этот кто-то согласован с руководителем организации. Что я имею в виду? Ну, например, мы хотим проанализировать возможные новые целевые группы, на которые стоит начать работать в следующем проекте. Это зона самооценивания. Но если это принципиально новые целевые группы, например, люди, которые пользуются невербальной коммуникацией, например, и это тоже может быть их опрос, но совсем в другой форме, и мы не имеем представления, как с ними работать. Ну, я так пример привожу, да? Тогда нам нужен как раз тот самый человек, с которым будем консультироваться. И это тоже корректные методологии. И только этот человек сможет оценить корректность нашей методологии. Ну, и отдельный вопрос, каковы критерии корректности методологии? Как считать корректной методологией? Кто это может заявить? Добавлю, Володь. Да, пожалуйста. Да, я вижу. Я хотел вот в продолжении, наверное, того, что и Ольга, и Ирина сказал, да и Надежда тоже. Тут возникает какая ситуация, что... Ну, когда мы говорим... Проблема в чем? Что люди могут не иметь достаточного опыта и своего ресурса для того, чтобы разработать корректную методологию. Но проблема в том, что когда у них недостаточно опыта и ресурса, они могут это не осознавать. То есть они могут думать, что у них всего достаточно. И поэтому, наверное, здесь нужна какая-то, не знаю, повышенная бдительность по этому поводу. И при малейших подозрениях, что не все понятно, надо обращаться. И лучше перестраховаться, чем сделать ошибку. Вот что-то в этом роде, мне кажется, можно добавить. У меня такое ощущение, что это... Ну, я так слушал тебя и сформулировал, это какая-то двойная непредвзятость. То есть мы говорили о непредвзятости при проведении оценки, да, там есть такое правило. А тут получается непредвзятость к своим ощущениям по поводу методологии, которую мы сами создавали. Потому что это случай самооценивания. Не знаю, вот у меня такой образ, что очень какая-то непростая ситуация. Да, Ирина, пожалуйста. У меня, наверное, очень комментарий, я бы отдельно обсудила, как таковы критерии оценки корректности методологии оценки. Вот так как-то. То есть серьезно, мне кажется, надо об этом подумать. Потому что находясь внутри процесса, очень трудно понять, как оценить корректно то, что придумать. Да, Надежда. Олег, я добавлю хулиганское. Я бы добавила, ошибаться можно. Ну, потому что, знаете, мне сейчас страшно просто становится. Я так представляю, как я сижу такая, «О, у меня все плохо, что же делать, да, нет ничего». Ну, слушайте, ну да, может быть, эти люди и мы там, и все на свете, да, там, может быть, мы где-то что-то некорректно сделали. Ну что? Вот. Ну, с другой стороны, да, это означает, что должно быть какое-то, ну, пространство, где можно индицировать. Ну, и оно должно быть, ну, какое-то такое, ну, разумное, доброе, ну, комфортное. Вот. Чтобы перья не драли ни с кого с громкими триками. Вот. Я думаю, что это было бы продуктивно. Да, вот я тоже согласен к вопросу о критериях, да, то, что Ирина сказала, потому что Надежды не боятся. То, что, с другой стороны, ну, с моей точки зрения, оценка – это практическое дело, да, и вообще-то шишки набивать – это нормально, и это получение опыта такого, да. Один раз делаешь неправильно, в другой раз будешь понимать, где ограничения твоей ресурса и так далее, и так далее. Это тоже, ну, правда, правда. Вот. И вообще тогда встает вопрос об уровне компетентности. А до какого уровня нужно расти, там, обучаться, осваивать или консультироваться со специалистами, чтобы, ну, в конце концов, приступить к оценке с уверенностью, что ты компетентен и корректно проводишь эту оценку, да. То есть это тоже границы очень размытые. Вот. В общем, есть опасность, да. Да, жесткого применения этого принципа, и тогда отсутствие… Да, вот никогда, точно, Надежда, да. Тогда никогда не приступишь. Да, я тоже очень хотел бы это поддержать с одной оговоркой. Во-первых, почему я хочу поддержать? Я просто сейчас вспомнил. Я как-то присутствовал на международной конференции, и там было обсуждение компетенций для специалистов в области оценки, и, значит, эта американская ассоциация хотела утвердить эти компетенции. А там в этой группе был Боб Стейк, Роберт Стейк, который, наверное, многим известен как автор одной из лучших книжек по использованию метода кейс-стадии, и он такой один из призмых гуру в области оценки. И я рядом с ним сидел, мы знакомые, и я смотрю, он переживает, и все время говорит, ребята, главное, не торопитесь, главное, не торопитесь. И я в перерыве к нему после этого подошел, и говорю, Бог, в чем дело? Почему ты так переживаешь из-за этих компетенций? Он говорит, Алексей, я боюсь, что, говорит, сейчас вот компетенции сформулирую, утвердят, и что тогда делать тем людям, которые в своей жизни оценку проведут один раз. То есть это перекрывает вообще все возможности и полностью кислород. И я думаю, что это вот важный комментарий Надежды. Именно, наверное, нам надо постараться так сформулировать принципы рекомендаций, чтобы они выглядели дружелюбно и не пугающе. Это важно очень. Но я также думаю, я оговорку хотел сделать. Есть одна вещь, в которой нельзя ошибаться, и которую с точки зрения именно методологии, это этика. То есть в этических вопросах организация, которая проводит самооценивание, она должна очень жестко подходить, и они лучше всех вообще понимают ситуацию и должны быть очень чувствительны к этому намазу. Мне кажется, вот этим и можно добавить принцип самооценивания. Этот принцип для ситуации самооценивания, что здесь большую роль играет вот этот чувствительность и этический опыт, исходящий из того, что организация работает со своими клиентами. Она понимает, что можно и что нельзя сделать. Ну, в этом смысле этика становится каким-то очень важным критерием, вот если к Ирининым рассуждениям обращаться, каким-то важным критерием корректности, который может быть наиболее понятен для людей, которые не имеют достаточного опыта в разработке методологии, оценке и так далее. То есть получается, что здесь мы должны вводить какой-то вот этический компонент, и это вот как красные флажки все-таки. Мне кажется, Володя, у нас время на этот принцип вышло. Это точно, да. Но мы просто такое ощущение, что только-только растормозились. Ну, нормально. Нормально размялись, да. Все хорошо, да. Да, спасибо, уважаемые коллеги. Мне кажется... А у меня вопрос есть, коллеги. А нам нужен на экране этот принцип? Он удобно, когда все есть перед глазами, да? Да. Лучше бы, чтобы было. Мне кажется, да. Окей, окей, хорошо, да. Все, Володь, да. Дальше тогда, да? Ну, давайте, у нас народ не прибавился. Давайте продолжим в большей группе. По-моему, неплохо получается. Да, конечно. В общей группе. Да, ну вот такой интересный принцип, как открытость. Формулируется он так, что оценка осуществляется открыто. Все стороны, участвующие в оценке, должны быть информированы о целях, методологии и планируемом использовании результатов оценки. Значит, для заказчика обсудить все вопросы, на которые надо ответить. Предполагаемое использование результатов, объем ресурсов, методы проведения, порядок использования результатов. Почему здесь так подробно для заказчика написано? Потому что, ну, известные ситуации, когда оценка использовалась с заказчиками, внешняя оценка в манипулятивных целях, то есть при постановке задачи не все было сказано, и результаты оценки использовались так, как хотел заказчик, но об этом те, кто проводили оценку, не знали, и поэтому здесь так подробно прописано. Убедиться, что у специалиста по оценке нет конфликта интересов, связанного с проведением оценки. О, вот это нам применительно к самооценению и интересно будет обсудить. При наличии обстоятельств, которые могут осложнить проведение оценки, обсудить их со специалистом по оценке и информировать все заинтересованные стороны о проведении оценки, целях и задачах. Теперь специалист по оценке, кто проводит на стадии постановки, обсудить все, что там было перечислено выше. Если в ходе проведения происходят непредвиденные события, которые могут повлиять на результаты оценки, информировать об этом заказчика и все заинтересованные стороны. Обращать особое внимание на ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов. следует отказаться от проведения оценки при наличии потенциального конфликта интересов, информировать участников о задачах и используемых методах и убедиться, что участники имеют достаточную информацию об оценке и соглашаются предоставлять данные добровольно, то есть соблюдение принципа информированного согласия. В данном случае при разработке принципов проведения оценки не имелось в виду подписание каких-либо форм информированного согласия, а речь шла только о самом принципе, что с человеком проводится беседа, в которой становится понятно, что ему понятно, о чем идет речь, и тем, кто проводит оценку, понятно, что человек добровольно это делает, с полным осознанием того, что происходит. И для участников оценки получить информацию о цели и задачах и использованиях в методах и требованиях к участникам, а также получить любую другую информацию, которую участники считают значимой. Вот такой вот принцип. У нас здесь много текста. Можем переходить к обсуждению. Я в качестве затравки можно скажу, что тут, если говорить о ситуации внешней оценки, есть один момент, который я считаю дискуссионный. Это когда говорится об открытости результатов проведения оценки, что есть позиции, что они должны быть открыты, если это некоммерческая организация проводит оценку или проводится в этой организации оценка такого ли проекта, то результат должен быть открыт. И я хочу обратить внимание, что тут есть ограничения, и если читать выделенное основное определение, то там речь идет о планируемом использовании результатов оценки, но нет речи об открытости результатов оценки. Ну, я как бы просто, чтобы напомнить, что здесь такое достаточно непростое, как кажется, хотя вроде формулировка простая. Ну вот, это мое вбрасывание такое было, просто чтобы вы помнили. Ирина, пожалуйста, обсуждаем все-таки, насколько применим этот принцип к самооцениванию ситуации и следует ли что-то скорректировать в его описании для этой ситуации. Меня среди этих подпунктов, наверное, напрягает или немножко пугает то, что при проведении оценки мы должны информировать участников о ее цели, задачах и используемых методах. Не то, что пугает, а я бы сказала, что очень важно, я знаю, как донести до коллег и иных участников оценки цели, задачи, причем так, чтобы эти коллеги не волновались и не воспринимали эту оценку как проверку, аудиты к деятельности или как бы нам оптимизировать деятельность. То есть, когда внешний оценщик, мы понимаем, что дальше будут вытертые наши имена, фамилии, и там проще сделать это конфиденциально. А когда опрос проводит кто-то из своих же коллег, то есть, такой большой вопросительный знак для меня, как это обеспечить. С одной стороны, открытость, а с другой стороны, уйти от таких опасений коллег. Лучше я промолчу, тем не менее, потом это выйдет боком. Еще? Знаете, у меня вот возникает закономерное опасение, если мы говорим о применении принципов при самооценке, ну, понимаете, конфликт интересов уже заведомо там заложен, вот определенный конфликт, потому что мы себя оцениваем, и неважно, это руководитель или отдельный специалист организации, он все равно заинтересован, как бы мы хотели бы отстраниться, он все равно заинтересован в хороших результатах, это тоже понятно. Может быть, стоит как-то вот пояснить просто вот этот вот, что нет конфликта интересов, потому что вот с моей точки зрения, практика, что если я вот это прочитаю, говорю, господи, ну, конечно, у нас у всех вот, все участники организации, у всех есть конфликт интересов, какая самооценка у нас тут может быть сейчас, принцип открытости будет соблюдаться, может быть, вот так вот, немножко под руком и сформулировать, или пояснить, потому что все-таки заинтересованность всех участников оценочного процесса при самооценивании, она есть, вот, и вот очень верное замечание про открытость, то есть то, что мы понимаем, зачем мы делаем это, как будут использованы результаты, и, по-моему, очень важно именно зафиксировать, что это будет, будет ли это в открытом доступе, или не будет в открытом доступе, потому что далеко не все результаты самооценивания нужно предъявлять сообществу, вот, на мой взгляд, этот момент тоже надо конфликтировать. У меня все. Спасибо. Кто-то еще? Я могу продолжать. Я согласен, что ситуация самооценивания выглядит как такое определение конфликта интересов, вроде бы, но мне кажется, что здесь можно по-другому это все развернуть тоже. Если смотреть на эту ситуацию с позицией людей, которые проводят внешнюю оценку, то, конечно, конфликт интересов налицо. Но в чем он, собственно, заключается, конфликт интересов? Конфликт интересов любой, да, это когда у меня есть у одного человека или у одной группы людей есть интересы, которые взаимно исключают друг друга или конфликтуют друг с другом, ну, например, провести хорошо оценку и в то же время избежать каких-либо негативных выводов, да, и эти два интереса могут конфликтовать. Но, но, мне кажется, может быть, вот как раз то, о чем сейчас Ольга сказала, есть ключевой момент, ведь самооценка – это то, что мы делаем для себя. И если не идет речь о том, что мы кому-то это показываем, мы публикуем, мы делаем публичный отчет, мы собираем большие толпы из трибуны, рассказываем результат самооценки, а делаем для себя, с какой радостью мы сами себе голову морочить будем? Ну, почему? Мы же, наоборот, вроде как заинтересованы в том, чтобы максимально объективно все это вскрыть, и если есть проблемы, поговорить о них и так далее. То есть, мне кажется, может быть, здесь вот этот ключевой момент, что это делается для себя, это внутренние документы, результаты внутренние, никуда они не публикуются. И в этом случае тогда какой конфликт интересов? Наоборот, это супермотивированные люди, которые будут, наоборот, жестче намного даже, может быть, что-то говорить, чем внешний оценщик. Ну, такой ты предлагаешь парадоксальный путь какой-то, да? Ну, просто вариант рассмотрения ситуации конфликта интересов другой, чуть-чуть под другим углом, да. У меня вот есть общее ощущение такое, я читаю, что, ну, конфликт интересов – это одна из важных вещей, да, в описании, вот, как бы в рекомендациях этих во всех. Но у меня есть ощущение, что здесь открытость, она как-то очень подробно прописана технологично. Ну, логично, вот, ну, как бы, ну, то есть мы должны информировать участников о цели, задачах и так далее. Дальше – убедиться. То есть здесь какое-то очень технологичное описание такое, которое может, ну, мне кажется, сложно будет вот в ситуации самооценивания удерживать как бы все эти конкретные действия, которые нужно совершить. А еще про конфликт интересов. Не знаю, вот, хотя, может быть, это и хорошо, потому что здесь довольно исчерпывающий список вещей, которые нужно сделать, чтобы, ну, соблюсти этот принцип, да, или в соблюдении этого принципа открытости. Вот. Надежда. Да. И Светлана. Да, давайте, Надежда первая была. У меня просто, ну, внутренний вопрос такой, да, то есть открытость может быть, если не стоять на повестке дня вопрос, кто виноват, да, то есть у нас два вопроса, ну, что делать, это там, это принцип про результаты, ну, про использование, да, вот кто виноват. То есть, в принципе, если этот вопрос снимается, и это как-то фиксируется, да, и все понимают, что, ну, там, не будет, например, увольнений или что-то такого, да, то возможно, что вот это вот самооценивание, открытость будет еще больше, потому что и сотрудники свои, ну, как бы, понятно, мы коллектив, да, и на самом деле клиенты свои, и очень часто сотруднику организации клиент расскажет больше и подробнее, да, и совсем о другом, чем человеку внешнему, которого он первый раз увидел, да, просто неизвимые группы какие-то, серьезные, вот, поэтому, но у меня нет понимания, вот, как вопрос, кто виноват, исполчить, исполчить. Ну да, то есть вроде бы открыто сообщили, а потом в итоге что-то в оценке, в ходе оценки выяснится, да, и какие-то нужно серьезные решения принимать, да, то есть непросто это. Хорошо, да, Светлана, пожалуйста. У меня коллеги сразу, когда перешли к этому принципу, возник вопрос, а кто у нас или что объект открытости, то есть для кого мы эту открытость обеспечиваем. Если речь идет о самооценке, то мне кажется, что открытость для вот сообщества, в котором работает организация, это не обязательно вовсе делать, потому что здесь при самооценке, речь все-таки больше должна идти об открытости для членов и участников своей организации, для членов и участников и заинтересованных сторон и целевой аудитории именно в рамках проекта реализованного или реализуемого в атом, смотря что мы оцениваем, да, вот, и я тоже правильно услышала, наверное, что заинтересантами именно вот проведение самооценки является, конечно, команда проекта, управленческая команда организации, и это их внутреннее дело. Поэтому вот по поводу принципа открытости, все-таки, мне кажется, если мы применяем это к внешней оценке или к самооценке внутренней, тут надо его немножко распространять, название такого принципа, да, открытость для кого, открытость для чего. Вот у меня такая. Ну вот, Слава, вы как раз и сказали примерно про то, что я говорил вначале, да, там предупреждая. Вот у меня есть ощущение, что, может быть, ну, хотя бы в целях самооценивания попробовать переименовать принцип, здесь же ведь речь идет, смотрите, оценка осуществляется открыто, то есть вообще-то речь идет не о открытости оценки, это очень как бы неопределенность такая, а об открытости процесса проведения оценки. Ну вот, если к рекомендациям для участников обратиться, здесь же о чем идет речь, что участник имеет право знать, зачем к нему пришел человек, да, с которым он работал, в данном случае, там, менеджер проекта, и вдруг начинает задавать ему какие-то вопросы по поводу его участия. То есть, не знаю, вот, может быть, нужно здесь уточнить, что речь идет об открытости процесса. Записал Володя. Да, да. Ну, я, надеюсь, просто поняли, о чем речь идет. Тут вот есть путаница, я всегда, как бы, мне кажется, путаница, про какую открытость мы говорим, открытость чего. Хорошо. Я согласна с этим, что и как только про это, ну, как бы мы про это фиксируем, тогда снимаются многие другие вопросы. Ну да, да. То есть, это не означает, что мы должны информировать всех о результатах оценки всех там наших благополучателей, да. Это можно и делать, но сам принцип не подразумевает, что это обязательное действие, да. А вот о том, как проводится оценка, зачем она проводится, об этом, как принцип говорит о том, что об этом нужно говорить. А, ну, у нас время вроде заканчивается. Володя, а руку мою видно, нет? Вот я когда так поднимаю, или надо желтенькую поднимать? Ты понимаешь, у меня в окошке не всегда... А, я не попал. Можно я скажу? Да. Видно руку только, когда человек опцию использует. Ясно. Я тогда, пожалуйста, опцию использую. Я, коллеги, хотел в развитии тоже этого разговора добавить вот про предвзятость такую. Это связано с темой, которую мы сейчас обсуждаем. Я просто вспомнил одного своего знакомого, который привел такой пример, обсуждая вообще, может ли и правильно ли говорить о том, что человек обязан быть непредвзятым. Он говорил о том, что мы имеем дело с такими ситуациями, в которых очень трудно оставаться непредвзятым. И разная бывает непредвзятость. И, например, он говорит, что когда его приглашают оценивать программу ВИЧ-сервисной организации, скажем, то он абсолютно предвзятый, потому что у него родной брат от спи до умер. И он говорит, когда я с ними работаю, я вообще с них не слезу. И я считаю, что они должны очень хорошо работать. И такая предвзятость. Но это как бы повышенная заинтересованность в получении хороших, полезных результатов. И я думаю, что вот в этом случае, вот как это трактовать, как конфликт интересов или наоборот. Мне кажется, это связано с тем, что я раньше говорю. Когда мы сами себя оцениваем, мы знаем, зачем нам это. И самим себе врать вроде как бы совсем бессмысленно, если только нас не заставляет это публиковать. Ну, с другой стороны, здесь есть жесткая формулировка. Следует отказаться от проведения оценки при наличии потенциального конфликта интересов. Мне кажется, для случая самооценивания здесь нужна коррекция. Да. Ну, то есть, условно говоря, надо зафиксировать, что конфликт интересов присутствует изначально. Или, наоборот, не присутствует. То есть, мы саму концепцию конфликта интересов вообще не посматриваем. Ну, если, ну, как бы тут могут быть споры, но нужно что-то говорить о минимизации последствий. Записал. Ну, или, скажем, о контроле за тем, влияет это на оценку или нет. Влияет ли это изначально присуще. Хорошо. Спасибо, уважаемые коллеги. Давайте мы этот принцип, ну, завершим обсуждение этого принципа, и приступим к следующему. У нас еще два осталось, да? У нас еще два. Да, еще два осталось. Этот еще круче, чем открытость. Значит, оценка должна проводиться с уважением, достоинством всех участников, независимо от роли, социального статуса и индивидуальных особенностей, учитывать возможные негативные последствия, которые она может иметь и для отдельных людей, и для организации. Это потому, что Надежда говорила выше, да? Кто виноват? Риск возможных негативных последствий должен быть сведен к минимуму, а участники оценки должны быть о них проинформированы. Для заказчика. Учитывать права и интересы участников и специалистов. Консультироваться с вовлеченными в оценку сторонами относительно учета прав и интересов, если есть возможность. Требуется от всех сторон, принимающих участие в оценке, соблюдение настоящих принципов, а также других условий, обеспечивающих минимизацию риска возникновения негативных последствий оценки. Рекомендации для специалиста. Если оценка приводит все-таки к негативным последствиям для заказчика и других сторон, стремиться к минимизации вреда при условии, что этим не будут скомпрометированы достоверности полнота оценочных суждений. Если все равно придется сделать больно, чтобы тщательно взвесить целесообразность проведения оценки в ситуациях, когда результаты могут нанести вред отдельным людям или организациям. Вообще, в принципе, надо или не надо проводить. Проводить оценку и сообщать о ее результатах с уважением и достоинством каждого заинтересованного лица. Обеспечить информированность участников о рисках, если имеется. Уважать особенности людей, причастных к оценке, в частности, культуре, религии, гендерные характеристики, ограничения физических возможностей, возраст, этническое происхождение. Строго соблюдать условия конфиденциальности оговоренной в контракте с заказчиком. Теперь для участников. При наличии такой возможности принять участие в формировании вопросов в задании на проведение оценки, если нет такой возможности, то ознакомиться с этими вопросами и с планируемым использованием результатов, делиться соображениями относительно повышения практической пользы от проведения оценки с заказчиком и специалистом по оценке практической пользы. Что-то, по-моему, эта формулировка из другого принципа сюда попала, это опечатка на это. Это из первого. Это из первого сюда попало. Первые две, я думаю, да. Ну вот через пять лет обнаружили, что есть опечатка. Опечатка, да. Так, все, готов записывать. Тоже, вроде, кажется, такой бесспорный принцип и с первого взгляда полностью применим к самооценению. Да, Ольга, пожалуйста. Мне кажется, здесь, по-моему, особо нечего обсуждать. Это так правильно сказано. Общий принцип, он при самооценке тоже обязан соблюдаться. Здесь достаточно все понятно, четко и ясно. С моей точки зрения, все норм. Хорошо, да. Надежда? С моей точки зрения, все норм, если оценку не проводит сотрудник в стадии выгорания. Ну, потому что у человека, на самом деле, в этот момент может быть какие-то, ну, например, там, личные профессиональные неудачи, либо конфликт, там, с какими-то клиентами, которых опрашивают. Ну, то есть, мне кажется, что в данном случае просто ну, это, ну, то, что связано, да, с личными переживаниями намного больше проецируется. Вот. Ну, и опять же, да, то есть, как этот риск минимизировать тоже сложно. Ну, то есть, здесь, если говорить о безопасности, в ситуации для самооценивания можно добавить, что, как будто люди должны в ресурсном состоянии это делать, да, то есть. Ну, хорошо бы, да, ну, как, во-первых, определить ресурсное состояние, ну, то есть, это может быть, там, состояние аффекта, например, когда человек очень верит в то, что он делает это правильно, и ничего другого вообще, в принципе, не может обработать. Ну, то есть, здесь очень много бывает сюжетов, и на самом деле именно вовлеченность, да, ну, как бы, которая хороша, да, в данном случае будет плохо. То есть, там должен быть какой-то, ну, фильтр какой-то, не знаю. У меня была ситуация похожая, я вспоминаю, но я не знаю, вот я пытаюсь как бы понять, можно ли как-то скорректироваться в связи с этим принципом, вот, недавно так, ну, как бы, я со стороны наблюдал за процессом самооценивания. Там в проекте был такой, была ситуация просто, которая неприятно всем было, ну, там, скажем так, отказ партнеров. Ну, то есть, проект задумывался как проект, который будет реализовываться с очень важным партнером, а он в процессе, ну, по сути дела, на начальных стадиях реализации проекта отказался участвовать, и людям пришлось быстро перестраиваться, там, по сути дела, конфигурацию проекта изменить, вот. И вопрос-то был один, что с этим делать, и почему партнер отказался, это довольно неприятное было обсуждение, но и много сил потрачено было на работу с этим партнером, там, ну, не знаю, насчет выгорания, но эмоционально была тяжелая ситуация. Но я вот сейчас прикидываю, можно ли здесь было что-то изменить, ну, по крайней мере, обсуждение совместное, там было такое групповое обсуждение, групповое интервью, эта тема возникла в ходе группового интервью, но нашлись люди, которые очень так честно и сформулировали хорошо, и это было в каком-то смысле даже терапевтично. Поэтому вот я для этого случая не вижу каких-то изменений здесь, честно говоря, не могу придумать. Да, Алексей. Смог руку поднять. Мы это видим. Это хотел как раз про терапевтичности, и вот о чем Надежда затронула тему. Мне кажется, здесь какой-то при проведении самооценивания есть дополнительный риск, связанный… Я сейчас даже не про выгорание стану говорить, а про групповую динамику, потому что это внутренняя работа в небольшой группе, обсуждение жизненно важных вопросов, и надо понимать, что такого рода групповой… Причем личностно значимых, и надо понимать, что такого рода групповой процесс может привести к очень сильным эмоциональным реакциям, и риски есть, связанные с обстановкой в команде, с атмосферой, с состоянием участников. Вот я бы так забыл. Мне кажется, вот это то, чем можно добавить. И я не знаю, здесь как бы очень многое зависит от руководителя организации, какую он позицию займет. Понимая, что здесь могут быть непростые обсуждения на самом деле внутри, и мне кажется, соблюдение какого-то такого фона эмоционального и ориентации на то, что мы в первую очередь делаем для того, чтобы пользу принести организации. Мне кажется, здесь очень важная штука такая. Как-то принцип безопасности, в этом случае важно обращать внимание на другие принципы, ориентация на практическое использование результатов, что мы здесь не для того, чтобы кого-то наказывать или эмоционально загружаться, для того, чтобы облегчить работу в конечном итоге, улучшить ее. Да, Надежда, пожалуйста. Я еще хочу добавить, что поскольку, видимо, самооценивание требует времени и ресурса, а основной работы в этот момент никто людей не отстраняет, то это еще дополнительная нагрузка, и я бы в безопасность прямо прописала, что людям должна быть дана возможность, чтобы они не делали это ночами, выходные. Не сверх того, а именно как часть повседневной работы. Да, потому что а то у них крышечку сорвет и все. Да, это, мне кажется, тоже важное дополнение. Это действительно так, потому что... Записал, записал. Да, это важно. Хорошо, что-то еще может быть? Мне кажется, что вы основное сказали. Ну да, вроде бы. Хорошо, давайте тогда к следующему принципу, и он у нас заключительный. Секунду. Да, мы ждем. Время у нас есть. Адаптивность оценки. Следует иметь в виду широкий спектр возможных подходов к осуществлению оценки, чтобы дизайн оценки позволял получить наилучший результат в каждом конкретном случае, предусматривать возможность адаптации методологии оценки в ходе ее проведения к изменяющимся условиям и вновь возникающим фактором для заказчика. Учитывать ограничения. Вопрос о ресурсах, что Надежда вначале упоминала. Выбирать вариант дизайна, позволяющий получить наилучший результат при заданных ограничениях. Учитывать, что ограничения могут исключать применение тех или иных методов проведения оценки. В процессе проведения оценки проявлять гибкость и по необходимости изменять методологию с учетом изменяющихся условий и вновь возникающих факторов. Для специалиста выяснить, какие есть ограничения по дизайну, информировать о возможных вариантах с учетом ограничений. В ходе проведения оценки информировать об изменяющихся условиях и по необходимости предлагать варианты адаптации. Проявлять гибкость при корректировке дизайна оценки, если не связано с риском нарушения процедуры стандартов. Для участников оценки информировать заказчика и специалиста по оценке об изменениях и вновь возникающих факторов. Я, коллеги, хотел здесь два слова добавить, прежде чем перейдем к обсуждению. Наверное, все присутствующие знают о том, что есть такой подход к оценке, который называется адаптивная оценка по английски Developmental Evaluation. И адаптивная оценка предполагает, что функция оценки встроена в программу и она особенно эффективна в тех случаях, когда сама программа имеет адаптивный характер. То есть по ходу выполнения проекта приходится все время корректировать сам проект и, соответственно, адаптивная оценка является инструментом, который позволяет эффективнее управлять адаптивными проектами и программами. Когда мы говорили здесь про адаптивность оценки, мы, конечно, имели в виду не только это, а как бы значительно шире здесь взяли. Но вот, может быть, нам тоже этот аспект надо обсудить, потому что использование адаптивной самооценки в случае самооценивания – это вещь такая достаточно органична. Да. Прошу, Ирина, пожалуйста. У меня вопрос, а не комментарий. А почему мы отделили адаптивность оценки от корректности методологии оценки? Ведь тут же, по сути, в этом пункте получается про изменение методологии, про ограничение использования методологии. Почему у нас отдельно? Почему он выделен? Пожалуйста. Ну, в данном случае речь идет о том, что мы можем разработать корректную методологию, но оценка – это живой процесс. И в этом смысле мы можем столкнуться с какими-то факторами, там, неожиданностями, трудностями или, наоборот, возможностями, которые потребуют, в силу того, что мы хотим получить хорошие результаты, потребуют коррекции методологии. И что это допустимо. То есть этот принцип говорит о том, что заранее заданная выбранная методология, которая там согласована, она может в ходе проведения оценки меняться. А почему это важный принцип? Потому что он важный, потому что он очень связан с жизнью, как бы меняющейся, что жизнь может быть, ну, как бы доставит нам какие-то причины, которые потребуют изменения методологии. И это не значит, что это угроза корректности. Я в развитии скажу, Ирин, что эти принципы не взаимоисключают друг другу. Потому что адаптивность имеется в виду, готовность перестроиться, гибкость, о чем сказал Владимир. И каждый раз, когда мы перестраиваемся, методология должна быть корректной. Поэтому это про разные. Это про разные. Это про, ну, все, собственно. Я вот хотел сказать, отвечая на вопрос, подходит или нет, и нужны ли какие-то изменения. Мне кажется, вот тут важно не путать, а в ситуации самооценивания, мне кажется, риск может быть очень большим. Важно не путать какие-то вещи, которые мы не доработали или не сделали. Хотя ты имеешь в виду или в оценку? В оценке, я имею в виду. Которые не сделали в оценке? Да, которые мы запланировали, их надо сделать. Мы их не сделали, каким-то образом упустили. И при этом мы говорим, ну, давайте мы садаптируемся, давайте мы изменим коррекцию. Вот здесь как бы не надо путать недоработки и ошибки какие-то с этим принципом. То есть ошибки допустимы. Гибкость не означает халтуру. Ну, да, если так прямо и без бедняков, то да. То есть адаптивность, изменение методологии должно быть обоснованным. Обязательно обоснованным. Какими-то серьезными причинами. И еще тут особенность есть тоже по сравнению, Ирин, с другими принципами, что здесь вообще, когда мы говорим об адаптивной оценке, то она по-другому совсем строится, и обратная связь идет постоянно, и продукты оценки предъявляются по-другому. Ну, в общем, здесь много отличий. Хорошо, уважаемые коллеги, что вы можете добавить. Да, пожалуйста, Надежда. Коллеги, я опять буду занудствовать. Я вообще рада, я же видела здесь наконец-таки ресурсное ограничение предстоящее. Вот, но опять же, я еще раз скажу, да, для того, чтобы адаптировать оценку, нужно же дополнительный ресурс. Ну, как бы, да, любая адаптация – это новые инструменты, новые подходы, новая квалификация, там, ну, как бы. Ну, а может же быть так, что это как раз адаптация в силу того, что мы вдруг поняли, что ресурсов недостаточно. Ну, все равно это ресурс, да, надо это понять, надо составить план действий, да, надо составить план действий, как бы что-то. Вот, то есть, сделать это суперадаптивным, ну, тоже это не здорово, да, и не в последней точке эти ресурсы. Ну, опять же, да, с адаптивности, наверное, нельзя начинать, да, все-таки должна быть методология разработана, да, там, продуманная, да, на том этапе, там, вот, как бы здесь тоже смешивается, перемешивается немножко, да, принципы, но это нормально, это хорошо, что они неразграничены. Я не знаю, в ситуации самооценивания здесь есть слова, но это мы уже говорили даже в первый раз по поводу вот этого смешения заказчика и так далее, ну, там, информировать заказчика и так далее. Здесь как-то у меня вступает вопрос, что эта адаптивность, она, ну, представление о том, что нужно что-то менять, они могут возникнуть у любого участника самооценивания, да, это, ну, надо внимательно относиться к сигналам, которые есть, да, то есть, вот мы работаем там, команда или, ну, пусть даже небольшая, но вот это ощущение, что мы наталкиваемся на что-то, что требует изменений, оно, ну, должна быть возможность всем это проговаривать, чувствительность такая должна быть, мне кажется, вот, не знаю, самооценивание, да. Не знаю, как-то в прошлый раз у нас первые принципы, вот, в прошлый раз как-то больше было споров относительно применимости к самооцениванию, сейчас что-то у нас к последнему принципу, совсем к шестому принципу, что-то совсем у нас получается так, что вроде его почти можно без изменений. Привыкаем, привыкаем, жалко, еще пару принципов нет, а то вообще, вообще, просто галочку поставили. Прогатили все, да, да. Ну что, получается, комментариев больше нету? Погоди, погоди, сейчас, может, еще. Да, Надежда. Надежда, пожалуйста, микрофон только включить надо. Да, 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 я, мимо кнопки попадаю. Куся, а у меня дурацкий вопрос, а когда самооценивание проводится, у меня просто нет опыта, кто вообще является, ну, движущей силой, кто обычно говорит, а, давайте сделаем. Ну, по-моему. А мы сейчас вот Ирину спросим, Марину, Марину, кто движущая сила? Кто движущая сила? Кто движущая сила? Не слышала слова последние. Движущая сила самооценивания. Движущая сила самооценивания. Руководитель организации или руководитель проекта? Ирина. Ну да, инициатор. Вот, ну, тогда... Сейчас давайте Ирину еще спросим. А у меня просто ощущение было, когда я вчера тоже продумывала про принципы, что все равно существует руководитель как ближе к заказчику, и тот сотрудник, который исполнитель, ближе, собственно говоря, к оценщику. Хотя можно представить ситуацию, когда сам руководитель взял и все сам лично оценивает, но это, мне кажется, не всегда же. Но я имела в виду движущая сила, это заказчик. Ну, то есть он толкает на оценку. А он и руководитель, получается. Ну, инициатор такой, инициатор, может быть, инициатор. Вот, и сейчас Надежда продолжим. А я, кстати... Надежда... Вот, у меня, да, просто... Я тоже хотел ответить. Упс, извини. Я хотел сказать, что вот по моему опыту иногда этот вопрос о самооценивании может возникать в ситуации, когда руководитель приглашает внешнего специалиста, и, предположим, в процессе обсуждения ТЗ, ну, может возникнуть ощущение, что вопросы, которые сформулированы, или, например, ресурсы, которые есть у организации, они... Это можно превратить в самооценивание. То есть в данном случае, ну, движущая сила изначальной оценки все равно руководитель является, да, там, инициатором. Но, вообще-то, внешний специалист может предложить в качестве подхода проведение самооценки, там, ну... Да, Ирина, я все... Надежда, все, я вот как бы добавку сделал. Вот, ну, я тоже... Я до прошлой встречи не была, коллеги. Я просто... Действительно, складывается впечатление, что там не такое уж прям слияние ролей. Ну, ну, то есть оно теснее. Да, учитывая то, что люди работают в одном коллективе, рядом друг с другом, реализуют одну и ту же деятельность, понимают, там, цели разделяют и все такое, но все равно роли... Но границы есть между ролями, границы. Границы сохраняются. Да, Ирина, пожалуйста. У меня крошечное дополнение, что, наверное, инициатором может быть и сотрудник, который... Так вот подспудно чувствует, что что-то тут не так. Вот, наверное, надо бы что-то оценить, чтобы начальнику доказать, что, в общем-то, оно не просто не так. Так, аргументы какие-то есть. Но я так фантазирую. Да. Леша? Я хотел спросить. Теоретически можно представить ситуацию, когда совет директоров НКО порекомендует НКО провести самооценку. Скажите, пожалуйста, это абсурдная ситуация или такое может быть? И если такое может быть, то мы должны ли мы к этому относиться как к самооценению? Ольга, сейчас я вижу руку. Попробуем ответить на Алексея вопрос, а потом... Да может, наверное, как бы... Марин, может такое быть? Думаю. Вот Ольга, наверное, знает, у нее рука поднята. А мы не знаем, Ольга отвечала на этот вопрос. Да, по другому поводу, но я как раз тоже сижу раздумываю. И смотрите, я буду без видео, потому что у меня взорвется связь. У меня, во-первых, уточнение. Я ведь правильно поняла, что высший совет управления НКО рекомендует самой НКО провести самооценку. Да, вопрос был такой. Можем ли мы это считать их инициаторами, а это самооценкой? На мой взгляд, ситуация такая вполне реальна. Такое может произойти. Вопрос в том, что, на мой взгляд, это больше похоже на внешнее давление. Это даже, знаете как, это может быть скорее организацией воспринято, как какой-то определенный аудит, проверка. Вот что здесь может быть. То есть, учитывая наши непростые отношения между руководством и самой организацией достаточно часто, такое вполне вероятно. Ну, мне вот здесь кажется, смотря, опять же, в некоммерческих организациях, ну, если это общественная организация, то общее собрание членов, ну, это фактически члены организации, и они отвечают за стратегию, и они фиксируют итоги года, и в этом отношении, ну, условно говоря, это высшие руководители, которые над директором. Вот, и в этом отношении, мне кажется, это нормальная такая ситуация, когда просто иногда директор может сказать, ну, давайте оценим, да, что у нас получилось, а иногда члены организации могут сказать, ну, давайте оценим, что у нас получилось. Поэтому это тоже все равно, ну, как бы, такое самооценивание внутреннее в любом случае. Может быть, они даже могут и быть привлеченными к оценке, все равно это внутреннее, потому что они внутри организации. Вот с вопросом попечительского совета, вот здесь, я не знаю, здесь, мне кажется, вот это как раз больше, ну, похоже на внешний заказ на оценку, потому что попечители, они не внутри организации, а вот члены организации, они, мне кажется, внутри. Ну, то есть, да. Да, Марина, и вот с попечительским советом как раз вот я тоже про это думал, именно я в этом ключе в первую очередь спрашивал, что получается, что они считают, попечительский совет, что надо бы организации провести самооценку, а само организации такой потребности может совершенно не быть. Не быть, да. Да, и в этом случае тогда может не очень получиться, да. Ну, то есть чисто. Ну, тогда это не про само, это скорее про, вот тогда там внутри может появиться все, что связано с конфликтом интересов, ну, типа, меня заставляют оценивать, а я не хочу, но это такая внешняя оценка с внутренним исполнением больше получается. Внешний заказ на внутреннее исполнение, вот. Ну, больше внутренняя оценка, а не самооценимая. Да, да, ну, да, 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 больше это внутренняя оценка получается, а не самооценивание, то, что я вроде как не хочу, а меня сподвигают. Ответили на твой вопрос, Леша? Да. Ольга, а вы-то руку поднимали по другому поводу. Да, ну, уже мысль пошла в другую сторону, но, тем не менее, я вспомнила. Смотрите, я в своей жизни сталкивалась с тем, что инициатором самооценки, вернее, даже не так, не инициатором, а тем, что сподвигло на оценку, это были благополучатели, то есть, условно говоря, участники оценки. То есть, тогда, когда они задавали определенные вопросы организации, когда они организации что-то говорили, советовали, это стало той базой, которая заставила нас провести самооценку. Вот такая ситуация вообще реальная, то есть, это нельзя сказать, что это внешнее, естественно, давление или внешняя оценка, потому что, ну, благополучатель включен в работу организации, ну, он включен в нее, ну, именно, вот, инициирование определенных вопросов, оно привело к самооценке. Вот как с этой ситуацией быть? Еще я вопрос такой мелкий могу добавить, вернее, замечание. Инициатором самооценки может стать фонд Потанина. Как только он включает в свое, ну, условие, форму заявки на гранты, он включает проведение самооценки. И все организации хотят, не хотят, но ее проходят. Это тоже вот, кстати, форма. Мне кажется, это, скажем так, это принуждение к самооценке, вот, но если смотреть уже саму самооценку, то, ну, условно, я понимаю, что мне надо сделать самооценку, и дальше я, ну, делаю самооценку, если я ее хочу делать, и тогда это самооценка, а если я не хочу делать ее, я изображаю, что я делаю самооценку. И тогда тут можно про принципы вообще не разговаривать. Но здесь вот как раз мне кажется, что вот пример как с благополучателями, как и с фондом Потанина, это те движущие силы, ну, то есть это фактически была основа инициативы. Организация, может, и не думала, что ей надо провести самооценку. Она и не собиралась ее делать. Но ей сказали, смотри-ка, а давайте вот тебе тут надо, без этого мы тебя заявку не примем, а благополучатели задают неудобные вопросы, и надо что-то с этим делать, и ты вынужден проходить тоже самооценку. То есть тебя подтолкнули. Это внешний фактор давления, но в то же время это инициатор самооценки. Это же тоже есть. Надежда, а можете пояснить насчет треугольника? Да, и кто преследователь, кто спасатель, и кто жертву, пожалуйста. Нет, ну я не в смысле, что я приписываю эти роли каким-то агентам, а в смысле, что, как известно в этой модели, да, люди все меняются местами. Да, и тот, кто раньше был жертвой, становится агрессором и так далее. Но вот тут такое ощущение, что тоже этот треугольник, он как будто бы вращается, да, то есть те, кто раньше участвовали в оценке, как исполнители становятся заказчиками, да, и так далее. Мне кажется, что это очень интересно. Это какая-то вообще классная динамика, но я сейчас не могу широко прокомментировать. Мне только что это мысль только. Мне кажется, вот ситуация принуждения такого к самооцениванию, она сложная ситуация, для проведения самооценивания. Все-таки, ну, мне кажется, чем отличает, там, от внешней оценки в этой ситуации, да, да, есть разумные, там, ну, требования донора. Донор, как бы, человек особый для НКО, конечно, и тут вроде понятно, а вот, ну, все равно ситуация принуждения, даже со стороны донора, ну, такая вот, мне кажется, очень непростая ситуация. Мы отметим это как-то, да? Я думаю, что, ну, жесткое требование, особенно, если ситуация жесткого требования, если там фонд потайно говорит, вы можете, да, проводить самооценку, то есть мы можем финансировать и реализацию проекта, и проведение самооценки, и у людей выбор есть. Это ситуация понятная, простая, а вот когда еще и проведите самооценку, и на таких условиях, ну, непростая ситуация. По-моему, они не настолько мягко это говорят, фонд потайно. Они, по-моему, говорят, если не сделайте, то это. Ваша заявка просто. На самом примере, что я приводила, там действительно условия того, что ты можешь подать заявку, заявиться на поддержку, это при том, что ты обязательно пройдешь самооценку. То есть это действительно, по сути, принуждение. Вопрос в том, чтобы вы обладали хорошие стороны. Ну, и у Потанина была история год назад, в 21-м году, по-моему, когда он предлагал всем пройти самооценку, это тогда же никто никого не принуждал. Исследование было, да. А потом было исследование, это уже был второй шанс. А в данном случае с фонда Потанина имеется в виду самооценивание уровня зрелости, да, то, что они делают. Да, там было организационную зрелость. Да, организационную зрелость. Понятно. Ну, не знаю. Мягкое принуждение, это тоже хорошо, вот как в случае с благополучателями. Жесткое, конечно, хуже, но в любом варианте оно составляет организации думать, и к чему приходить, ну, скажем, приходить к тому, что все-таки надо заниматься самооцениванием, вообще надо заниматься оценкой. Это все равно как-то подвигает НКО. То есть хорошо ли, плохо ли, мягкая и жесткая сила, но это есть и это работает. У меня такое ощущение, что мы начали кольцеваться, то есть мы прошли все принципы и вернулись как бы к началу, да, там, к разговору о том, почему в принципах есть вот эти три стороны, да, и какое есть взаимодействие между ними, да, и так далее, и так далее. Вот я подумал, может быть, применительно к ситуации самооценивания важно что-то специально сказать про вот эти вот роли, ну, про эти роли, которые в принципах особ, ну, примитивных внешней оценки, они как бы априори заданы там, да, вот. А вот здесь нужен какой-то специальный раздел для того, чтобы, ну, разъяснить ситуацию и, может быть, разъяснить ситуацию вот и с этими возможными вариантами проведения самооценивания, да, записал, напрашивается. И может даже назвать как-то по-другому. Может как-то назвать один раздел. Инициатор, допустим. Да, да, какую-то вводную такую часть сделал, примитивных к самооцениванию. Я вот думаю, это хорошая примета, что мы в конце к фонду по тайне все-таки пришли, или не очень. Наверное, хороший, мне кажется. Он же к светлым силам относится к фонду по тайне. Мне кажется, да, нормально. Тогда нормально. Главное, чтобы мы не были инициаторами и настаивали на проведении самооценки вот этой задачи, проведения самооценки задачи, требований самооценивания коммерческой организации. Вот это, мне кажется, от нас не требуется, скажем так, совсем. Ну, если мы к концу подходим, Володя, можно я два слова скажу? Да, мы подходим к концу. Мы постараемся быстренько обработать то, что было в прошлый раз, то, что было в этот раз, и приготовить проект документы. И сделаем так, чтобы у вас было время его посмотреть. И мы думали, что, может быть, нам бы поставить себе дедлайн следующее заседание клуба, которое 11 августа будет, через месяц. То есть мы в течение ближайших дней 10 сделаем какой-то начальный вариант. всем разошлем, и будем ждать тогда ответов. Как вы думаете, если 11 августа ничего? Или с отпусками лучше подольше туда сдвинуть? Вот у нас немножко сомневый. Да мне кажется, надо все равно сдвинуться. До конца августа ты имеешь в виду, Володя? Нет, я бы предложил до 11-го, но у нас же адаптивность, если мы... А, мы гибкость проявляем. И Надежда сказала, что если мы совершим ошибки, надо этого бояться. Мы поймем, и тогда сроки перенесят. Хорошо. В данном случае главное корректность соблюди. И я просто хотел сказать, что у нас получилось так, что два семинара, ну, в разном составе, да, там пересечения есть, ну, в разном. Мне кажется, надо обоим группам послать. Конечно, конечно, обеим группам мы отправим, да. И причем мы сделаем так, что всем, кто зарегистрировался. Потому что факт регистрации, человек проявляет интерес к теме. И нам же говорили люди, что мы регистрируемся, зная, что не будем участвовать. И, как бы, такие ситуации тоже бывают. То есть это голосование такое? Ну, вроде, да. Поэтому всем разошлем обязательно, кто сегодня был, кто в прошлый раз зарегистрировался. И кто сегодня. У нас сегодня 15 зарегистрировалось, а было 11. Ну, уважаемые коллеги, тогда спасибо, что вы пришли. Спасибо за интересованность. Как-то у нас... Я все время беспокоюсь, когда мало народу приходит. А иногда получается очень интересно. Да не иногда, а почти практически всегда получаются какие-то интересные такие обсуждения, какие-то значимые, после которых начинаешь думать, еще пару дней с этим ходишь. Вот. Я вам не рекомендую этого делать, но если хочется, все равно не сдерживайте себя. Вот. И еще раз спасибо Гаранту и Павлу Военскому, как технической поддержке, так и наших встреч. И, ну, до новых встреч. До свидания. Мы будем это продолжать. Мы будем это продолжать. Субтитры сделал DimaTorzok